Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Бражников Алексей Юрьевич. Я куратор по организационным вопросам направления медико-профилактическое дело Олимпиады «Я профессионал». Также я доцент кафедры эпидемиологии и доказательной медицины Института общественного здоровья имени Фёдора Фёдоровича Рисмана Сеченовского университета. Сегодня мы поговорим с вами о том, как будет проходить финальный этап Олимпиады «Я профессионал» по направлению медико-профилактическое дело. Итак, что из себя представляет формат проведения финала? Финальное задание представляет из себя онлайн-консультирование населения по вопросам профилактики болезней и здоровому образу жизни. Легенда этапа такая. Вы приглашены для участия в телепередаче, как врач-специалист по медико-профилактическому делу. Ведущая передача зачитывает вопросы, которые поступили от телезрителей, и просит вас ответить на них. Ваша задача – дать максимально правильный, полный, доступный ответ. Всего вам будет задано четыре вопроса. Два вопроса по эпидемиологии. Вопросы носят чисто практический характер. Конечно, вопросов по теории и методологии эпидемиологии задаваться не будет. Вопросы могут быть связаны с особенностями соблюдения противоэпидемического режима в очагах тех или иных инфекционных болезней, необходимостью этих мероприятий, к чему может привести их нарушение. Также могут быть заданы вопросы по проведению профилактических прививок отдельным группам населения. Могут быть вопросы по требованиям санитарного законодательства в области, касающейся профилактики инфекционных заболеваний. Вторые два вопроса задаются по двум из четырёх направлений гигиены. Гигиены труда, гигиены детей и подростков, коммунальные гигиены, гигиены питания. Они также связаны с практическими вопросами, с их практической значимостью. Они не будут посвящены чистой теории. Это могут быть вопросы, которые касаются воздействия на здоровье всевозможных факторов производственной среды. Бытовых условий, особенности питания, охраны здоровья детей. Могут быть вопросы, связанные с разъяснением тех или иных положений санитарного законодательства при осуществлении каких-либо видов деятельности. На эти вопросы также необходимо будет дать максимально полный, правильный, доступный ответ. Итак, что необходимо иметь в виду при подготовке и при выполнении конкурсного задания? Отвечать необходимо без подготовки. Вам будет дано время на то, чтобы записать вопрос, если вы этого хотите. Вы можете попросить ведущего повторить вопрос сразу после его чтения, уточнить. Может быть, что-то вам непонятно. Можете уточнить, опять попросить уточнить вопрос уже в ходе своего ответа. Но имейте в виду, что ведущий не имеет права задавать вам каких-то дополнительных наводящих вопросов. Единственный вопрос, который он может вам задать – закончили ли вы ответ на вопрос телезрителя. Потому что вопросы задаются поочерёдно. Следующий вопрос зачитывается после того, как вы подтвердите, что закончили ответ. Поэтому, если ведущий видит, что пауза затягивается, он может спросить – всё ли вы ответили, не хотите ли сказать что-то ещё. Такой вопрос не означает, что от вас ждут продолжения ответа. А теперь давайте рассмотрим критерии оценивания ответа. Учитывается четыре критерия. Правильность ответа, полнота ответа, доступность информации для населения и ораторское искусство. Что такое правильность ответа и полнота ответа? Критерий правильности ответа предполагает, что ответ не содержал в себе неправильной, ошибочной информации. Полнота ответа оценивается – все ли необходимые факты в ответе были освещены. Предположим, условно, был задан вопрос о вакцинации против коклюши, дифтерии и столбняка. Участник дал ответ, что вакцинация против коклюши, дифтерии и столбняка проводится с трёх месяцев, трёхкратно, с интервалом в полтора месяца, то есть в три, четыре с половиной и шесть месяцев. Затем проводится 18 месяцев, первая – ревакцинация. Последующие ревакцинации проводятся в шесть лет, четырнадцать лет и далее каждые десять лет. Как можно оценить данный ответ? Можно ли сказать, что он полный? В принципе, да. Описана вся схема вакцинации и ревакцинации против коклюши и столбняка. А можно ли сказать, что он правильный? Нет, потому что в ответе не прозвучал тот факт, что вакцинация и первая ревакцинация против коклюши, дифтерии и столбняка, а последующая ревакцинация только против дифтерии и столбняка. Критерий «Доступность информации для населения» подразумевает под собой то, что в ответе были даны не только факты, но и в доступной для населения форме было дано их обоснование. Кроме того, злоупотребление специальной терминологии, которая может быть неизвестна не медикам, в общем-то, также снижает доступность информации. Ораторское искусство. В первую очередь здесь будет обращаться внимание на уверенность ответа, отсутствие слишком длинных пауз, необоснованных повторов. Кроме того, конечно же, обращается внимание на качество речи. Соответствуют ли слова, отвечающие требованиям русского литературного языка. Не встречаются ли в его речи слова «паразиты»? Ну, вот, как бы, например. Не используются ли жаргонные какие-либо слова или термины? Не допускаются ли речевые ошибки? Каждый ответ на каждый вопрос оценивается максимально в 25 баллов. Таким образом, всего за этап, за 4 вопроса, вы можете получить 100 баллов. Это максимальная оценка за данный этап. Ну, вот, давайте рассмотрим некоторые примеры. Предположим, задаётся вопрос. Я привита от гепатита В в детстве по календарю. Проходила скрининг на носительство антигена гепатита В в первом-третьем триместре с отрицательным результатом. Рожала планово в роддоме, где все сотрудники, привытые от гепатита В, носители антигена не выявлено. Ребёнку сделана вакцинация от гепатита в первые 24 часа. Почему? Со мной или моим ребёнком что-то-то не так? Не может ли вакцина, наоборот, вызвать заболевание? Казалось бы, ответ может быть достаточно простой. С вами, ребёнком, всё нормально. Вакцинация в первые 24 часа предусмотрена национальным календарём профилактических прививок. А вакцина не может вызвать заболевание, поскольку не содержит в своём составе живого вируса. На какую оценку может претендовать такой ответ? Допустищены ли здесь ошибки? Ошибки здесь, конечно, не допущены. Всё, что было сказано, в общем-то, правильно. Можно ли считать такой ответ полным? Конечно, нет. Потому что, очевидно, в ответе должна прозвучать схема полная вакцинации против гепатита В. Должно прозвучать обоснование необходимости проведения вакцинации как таковой. и вакцинации в первые 24 часа, чтобы маме было понятно, что процедура полезна для его ребёнка, и потом у неё не возникло бы дополнительных каких-то вопросов при необходимости введения второй и третьей дозы вакцины. То есть, необходимо рассказать, что из себя представляет гепатит В, как он передаётся, что, возможно, передача не только в результате каких-то медицинских манипуляций или инъекционного употребления наркотиков, но, к сожалению, это возможно и контактно-бытовым путём. Можно сослаться на эпидемическую обстановку в предшествующий период и в настоящее время. Указать, что да, у нас сейчас достаточно низкая заболеваемость острым вирусным гепатитом В. Она была снижена в десятки раз. 40 случаев на 100 тысяч населения в конце 90-х, в начале нулевых, до менее чем одного случая на 100 тысяч населения в настоящее время. И сделано это было во многом благодаря введённой в 2000 году вакцинации против гепатита В. Также необходимо обратить внимание, что особенностью гепатита В является возможность хронизации. И несмотря на то, что сейчас ситуация с острым гепатитом В благополучная, прошедшая в предыдущие годы эпидемия оставила за собой след в виде значительного числа хронических больных и носителей вируса гепатита В. Также, наверное, необходимо объяснить, что данное заболевание чрезвычайно опасно для детей младшего возраста, для новорожденных. Что именно в этой группе населения заболевание может протекать наиболее тяжело в злокачественных, опасных для здоровья и жизни формах. Необходимо указать, что перенесённый гепатит В в раннем возрасте практически наверняка приводит к хронизации, а в последующем – циррозу печени, уже в подростковом возрасте. Также можно обратить внимание, что вакцина вводится неоднократно, а имеется схема, которая сокращенно называется 0.1.6 при рождении в первый месяц, в шестой месяц. Очевидно, следует воспользоваться данной ситуацией, чтобы повысить приверженность населения к вакцинации, упомянуть о том, что если человек не был привит в детстве, то он может привиться и во взрослом состоянии. Более того, Национальный календарь профилактических прививок рекомендует это сделать в том числе и взрослым людям. И сделав эту прививку, они защитят не только себя, но и уменьшат риск для новорожденного источником инфекции, для которого они могут оказаться. В этом случае ответ, может быть, уже оценен как правильный и полный. Как организовываться этап? Доступ к платформе будет представлен участникам в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады. Само задание финала будет доступно после прохождения процедуры идентификации личности на платформе финала. То есть, вы выйдете на связь с нашими сотрудниками, волонтерами, которые будут исполнять роль ведущего. Вам будут задаваться вопросы от имени телезрителя, вы будете на них отвечать. На что еще следует обратить внимание? На рабочем месте участник обязательно должен иметь оригинал документа удостоверяющего личность. Это паспорт. Кроме того, допускается наличие канцелярских принадлежностей, ручки, карандаша, чистых листов бумаги, возможно, питьевой воды, очков, если в этом есть необходимость. Категорически не разрешается использовать какие-либо дополнительные устройства и даже иметь их при себе. Например, в кармане, на рабочем месте и прочее. Не должно быть справочных материалов, каких-то миниатюрных компьютеров, иных любых электронных вычислительных устройств. Не должно быть мобильных телефонов или каких-то других средств связи. Наушники, смарт-часы, плееры и так далее тоже должны отсутствовать. Само наличие данного устройства у участника может служить основанием для дисквалификации. Прохождение этапа записывается. После завершения этапа запись передается экспертной комиссии. Экспертиза выполненных заданий проводится внешними, привлеченными экспертами по записи с заполнением оценочного листа. После того, как проверка будет закончена, с чек-листы заполнены и подсчитан общий балл, доступ к своему чек-листу, к его отсканированной копии, будет представлен участником в личном кабинете на интернет-портале Олимпиады. Я хочу пожелать вам удачи. Хочется верить, что среди тех, кто просматривает данную запись, находятся и будущий золотой медалист, и победители. Все возможно, все в ваших руках. Готовьтесь, собирайтесь, не волнуйтесь, и у вас все получится. Спасибо большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.